Магазинчик сладостей. Очень приятный аромат в таких магазинчиках. Прохладный и очень вкусный аромат. Аппетитно выглядят все сладости. Нуга, рахат лукум в разных исполнениях, разных вариантах, с разными наполнителями. И по цвету тоже разные. Есть также и уже в упаковочке сделаны сувенирные варианты. Есть даже надписи состав, срок годности, все даже есть на русском языке. По 100 грамм, по 125 мы видели грамм, по 200 грамм. Это 20 грамм, это 15 грамм. Значит маленькие по 15 грамм, 5 коробочек, получается 600 грамм. А килограмм получается 20 грамм. 1 килограмм, вот 5 коробочек, каждая по 200 грамм. И сладости. 1 коробочка 3 лиры, 4 за 10. Вес. Вес посмотрим. Вот тут всякие соки использованы, фруктовые. А также разные орешки. Так, вес. А также можем видеть состав. На русском языке есть. Вес одной коробочки 175 грамм. Вот здесь вот в уголочке. 175 грамм. Так. Выбор большой. Здесь коробочка вот 200 грамм. И они связаны по 5 коробочек. Лукум. Разнообразный. Коробочки все разные. 22 лиры. А есть 100 граммовые коробочки. 5 коробочек 15 лир. Примерный ассортимент сладостей Мармариса. Огромный ассортимент. В соседних лавочках тоже много. Это открытый рынок. Недалеко от крепости. А, поняла. Хорошо. Ну, пробуй, ну, пробуй. Продавец признался, что это он шутит. Можно фотографировать здесь сладко. Да, красиво. Красиво и аппетитно. Но можно испортить фигуру. Спасибо, Рады Рим. В магазине прохладно, приятно. И очень хороший аромат от сладости. Восточные сладости. Вот такая турецкая сладость с фисташками. 500 грамм, почти 10 лир. Вот такой выбор турецких сладостей. Так, цена за одну коробочку и за три коробочки. На халву тоже есть скидки. За одну коробочку 6 из 4, 20 лир. Так. А сколько же здесь халвы? 130 грамм. Ой, какая она любенькая. Так. И еще есть такие вот прихожаные. Вот варианты турецкого лукома. И еще есть один. Вотinks. Да. 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 Киров qué. Продолжение следует...